День пожарной охраны День-борцы отметили на работе Как приятно осознавать, что этот прекрасный теплый четверг Еще и последний рабочий день недели Впереди 4 дня отдыха А пока мы готовы рассказать о самых интересных и важных событиях Которые произошли в нашем городе Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова Здравствуйте Справедливость все же существует Сегодня после длительных судебных разбирательств Наконец-то вынесен приговор убийцы молодого парня У Сергея Коленика все подробности Вот на этом месте в ночь на 23 ноября прошлого года Произошел конфликт между двумя молодыми парнями Который закончился выстрелом из обреза Скорая помощь подъехала спустя 7 минут После того, как молодой человек получил огнестрельное ранение Медики почти час боролись за жизнь парня Но спасти его не удалось Это любительское видео было снято в ту роковую ночь Из окна дома под номером 70 на проспекте Ленина Ровно в полночь Поводом для съемки этих кадров стал выстрел Раздавшийся за несколько секунд до этого После разборок стрелявший сбежал Но через несколько дней беглеца задержали И вот он, спустя почти полгода звучит приговор Суд приговорил признать Давыдова Алексея Владимировича Виновным в совершении преступления Подусмотренностью 105-й части 1-й УК РФ И назначить 9 лет 6 месяцев лишения свободы В исповеденной колонии строгого режима Вот так закончились разборки парней Из-за неразделенной любви Что в итоге? Для одного смерть Для другого почти 10 лет лишения свободы И молодая девушка, которая осталась одна Сергей Каленик, Александр Зибзеев Новости на ТНТ Ее экстренное сообщение Три часа назад у торгового центра «Миллениум» Была сбита насмерть пожилая женщина Она скончалась до приезда скорой помощи Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте Сотрудники ГИБДД просят откликнуться свидетелей происшествия Возможно, у кого-то есть сам момент ДТП на видеорегистраторе Обращаться по телефону 26 24 71 Тем временем в ОВД сегодня состоялась пресс-конференция На которой главный полицейский город Алексей Куледин Отчитался о проделанной работе за первые месяцы текущего года В основном все тяжкие составы у нас по регистрации Это действительно снижение идет Имущественные преступления это тоже снижение по регистрации идет В целом по статистике правонарушений замечен небольшой спад Отметил начальник полиции Но все равно преступлений в городе предостаточно За первые три месяца текущего года В дежурную часть позвонили 10 тысяч человек Они сообщали о незначительных правонарушениях Где-то громко играла музыка Где-то собралась шумная компания Но в 663 случаях сообщали о реальных преступлениях Регистрируется где-то от 150 до 180 сообщений за сутки У нас в дежурной части То есть понимаемо, да, о чем речь идет И получается сотрудники полиции обязаны зарегистрировать И обязаны отреагировать Это же с каждого гражданина необходимо отобрать объяснение Наработать материал, соответственно, потом принять по нему решение Получается, что сами горожане пустяковыми звонками Создают проблемы работе полицейским Допустим, где-то произошло преступление А сотрудники ППС заняты на другом, несущественном вызове Они вынуждены брать объяснение у человека Который жалуется на то, что курят в подъезде При этом не говоря, из какой квартиры нарушитель Так и получается, что драгоценное время уходит После отчета о работе Алексея Куледина буквально засыпали вопросами Мы посудили одного гражданина, который мало что был пьяный И еще пытался сотрудникам ГИБДД дать взятку Хотелось бы знать, если бы не их принципиальность Но мы знаем, что скрывать, что говорят про гаишников Будут ли они каким-то образом или уже поощрены руководством ГИБДД Главный полицейский ответил, какие уж тут награды Дорожные полицейские просто делали свою работу А вот если бы сотрудник попался на взятке, ему бы грозило по минимуму увольнение Максимум реальный тюремный срок В завершении встречи Куледин особо отметил Сейчас задача полиции быть как можно ближе к народу И вернуть когда-то утраченное доверие людей Екатерина Федорова, Сергей Коаленик и Александр Зибзеев Новости на ТНТ Тяжелое кризисное время заставило предпринимателей города Создать новый координационный совет, чтобы решать проблемы сообща Вместе выбираться из кризиса будут представители рекламной сферы, ритуальных агентств, организаторы праздничных мероприятий, туристического бизнеса, монтажно-строительных компаний и те, кто организовал свое дело, открыв в Березняках кафе или ресторан Это уже третий состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе И если раньше представители бизнеса больше обсуждали рядовые вопросы, делились опытом и выдвигали проекты, то сегодня все чаще сообща думают о том, как пережить кризис Все решения координационного совета поддерживает администрация города Сегодня, к примеру, на заседании была доведена информация по антикризисному плану В ближайшее время будет сформирован план семинаров с экспертами Предприниматели готовы делиться опытом, связями и информацией Вся работа координационного совета отражена на официальном сайте администрации города в разделе экономика И обучение, и семинары, и мастер-классы, и обмен опытом с другими муниципалитетами Сегодня нас пригласили поучаствовать в форуме в Краснокамск Соликамские коллеги приглашают членов не только координационного совета, но и всего бизнеса общества Конечно, никто не отрицает, что на сегодняшний день достаточно сложная ситуация Мы это видим и по торговым центрам, и падают и продажи у бизнеса, и общественное питание По сравнению с прошлыми годами порядка в минусе на 15-20% Но опять-таки, пессимистично не надо к этому относиться И предприниматели говорят об этом, что любые кризисные явления – это возможность для нового витка и развития бизнеса Продолжу выпуск. Следующая новость огорчит опытных туристов и любителей активного отдыха Как минимум по одной реке Пермского края Усьве туристический сплав во время весеннего паводка запрещен Мера введена для обеспечения безопасности туристов Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю Администрация Усьвинского сельского поселения предлагает выставить посты и предупредительные аншлаги О запрете сплава весенний паводок по реке Усьва Один из участков реки особенно опасен В месте проложенного газопровода в 3-4 километрах ниже по течению от поселка Усьва Гремячинского района Образуется порог, создающий угрозу для возникновения чрезвычайной ситуации для сплавщиков Напомню, похожая опасная ситуация имела место быть на одном из участков реки Вильва Предупредительные знаки выставлялись ежегодно, тем не менее беды избежать не удалось В мае 2009 года при сплаве по рекам Вильва и Вижай погибли 8 туристов Во время их поиска погиб один из спасателей Спасатель – профессия опасная и непростая Сегодня свой праздник, день пожарной охраны, отметили огнеборцы Причем в свой день смелые и отважные мужчины не стали устраивать пышных празднест А организовали смотр пожарной техники для самых маленьких березняковцев В эпицентре событий побывала Евгения Кокшарова Сотни ребят из детских садов и школ города с зачарованным видом наблюдают, как въезжают пожарные машины И огнеборцы облачаются в боевую одежду Вот пожарный рукав под напором воды извивается, как змея Сейчас все начнется А дальше пожарные показывают настоящие чудеса Создают радугу и сбивают мяч струей воды Дети уже знают, что эти дяди – настоящие герои Мне кажется, это хорошая профессия и очень опасная и сложная Пожарные спасают мир от пожара, чтобы не закрылись все дома Поварные могут ездить на красный цвет, если бы случился где-то пожар На этом соревновании команда пожарных частей нужно на скорость сбить мяч Без трудностей не обходится, но этим мужественным ребятам не привыкать Ответственный, как-то даже теребит, боишься в грязь в лицо упасть Но не все, каждый блин, первый блин, как говорится, комом Так что, ладно Вы не сбили финальный мяч? Нет, мы не смогли В этом состязании победила команда пожарной части 24 Хотя соревновательный момент здесь не самое важное Главное, чтобы дети знали, если случится беда, нужно сразу набирать 0-1 Показывать детишкам, что есть такие службы, которые могут сюда прийти вовремя, спасти И чтобы детишки подражали нам, так же шли пожарную охрану Дети ознакомились с наполнением пожарного автомобиля и даже посидели на месте водителя И на глазах у восторженных мальчишек и девчонок лучшим из лучших За отличную службу вручили ведомственные медали МЧС Десятка-три примерно Как сказал главный пожарный города Владимир Треногин Борцы с огненной стихией награды, как и количество спасенных жизней, не считают На пожаре общую статистику, конечно, сейчас все в компьютере, все это ведется, считается Но, как говорится, на лицевой счет Я думаю, что каждый пожарный себе не записывает, сколько и не считает, сколько он конкретно людей спас Хотя, наверное, каждый пожар, на котором пришлось спасать людей, он в памяти все равно откладывается И где-то там в сердце, в голове у каждого пожарного, наверное, есть Сегодня эти сильные мужчины услышат еще много пожеланий в свой адрес Но самый дорогой подарок для них – это искорки в глазах впечатленных малышей Ребятки в таком восторге, они увидели настоящие машины, настоящих пожарных наших героев Правда, ребятки? Да Что вам понравилось? Расскажите Мне все помыла Мне тоже Посмотрите, сколько у них эмоций, сколько радости, сколько нового они узнали Молодцы! С праздником наших уважаемых пожарных! Поздравляем! Праздник! С праздником! А присоединяется к поздравлениям Евгения Кокшарова и Степан Некрасов. Новости на ТНТ И праздник, который объединяет. Завтра пройдет традиционная первомайская демонстрация В ней примут участие трудовые коллективы предприятий Молодежные лидеры, политические партии, общественные движения города, спортсмены, учащиеся профучилищ и студенты Наш коллектив, конечно же, тоже пройдет по-советскому с транспарантами Сбор участников начнется с 9.30 на различных площадках от кинотеатра «Мелодия» до культурно-делового центра Начало демонстрации в 11 часов. В связи с шествием ориентировочно с полдесятого до двух будет прекращено движение общественного транспорта по улице Ломоносова 1 мая будет запрещена парковка транспортных средств по обе стороны Советского проспекта На участке от улицы Ломоносова до Черепанова в связи с проведением праздничной демонстрации Парковка будет запрещена в период с 6 утра до окончания мероприятий В случае, если вы оставите свой автомобиль на этом участке, он будет принудительно эвакуирован После окончания демонстрации березняковцы смогут принять участие в праздничных мероприятиях Которые пройдут в городском парке культуры и отдыха с 12 дня до 15.30 Кстати, праздник обещает быть трезвым 1 мая с 8 до 23 часов в Березниках будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции Нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тысяч до 4 На юридических лиц от 30 до 40 тысяч рублей А мы по-прежнему делаем новости вместе с вами Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие Вы знаете то, что будет интересно другим Поделитесь этой информацией с нами Мы ждем ваших сообщений по телефону 43-17-17 Вы смотрели главные новости города Далее вас ждут прогноз погоды Программа «Будь в теме» А я прощаюсь С вами была Елена Вавилова Всего доброго, хороших вам праздничных, теплых дней Спонсор прогноза погоды Салон «Термолюкс» Город Березники Улица Швейников 1 Соликамск Улица Всеобуча 164 В Березниках 30 апреля Небольшая облачность без осадков Температура воздуха ночью 4,6 градусов со знаком «плюс» В дневные часы плюс 10, плюс 12 Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртудного столба Ветер северный 3,8 метра в секунду В пятницу солнечная активность низкая Геомагнитное поле спокойное Информация предоставлена центром ФОБА Жаркие скидки в «Термолюксе» Глобальное снижение цен на весь ассортимент труб Труба «Сэндвич» Всего за 1300 рублей Хранение бесплатно «Термолюкс» Березники «Швейников 1» Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин